МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое обычное придорожное кафе. Располагается оно в пяти минутах езды от города Береза. Заезжает сюда по сто человек на день. Просторный зал, повсюду камеры и вежливый персонал. Но есть один нюанс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь какое-то место, может быть, отдельный зал, где можно посидеть вдали от посторонних глаз? Есть. А мы можем туда пройти? Да. Если вы зашли в кафе и кроме барной стойки и столиков ничего не увидели, это не значит, что здесь больше ничего нет. Неожиданно перед нашей съемочной группой вдруг распахиваются все двери с табличкой «Служебный вход». Заведующая заметно нервничает, но все-таки отводит в вип-комнату с убранствами. Вы не хотите больше разговаривать. У меня просто один вопрос. Мог ли обычный посетитель сюда попасть? В принципе, да. Любой? Ну, не все. А каким образом решалось, кто может сюда попасть? Руководитель. То есть это решал руководитель? Да. И весь фокус в том, что нас никогда в жизни не пустили бы в этот зал. Персонал согласился на экскурсию, зная, что их шефа взяли за коррупцию. В противном случае, после таких прогулок, любой работник точно оказался бы на улице. Он один здесь такой зал? А вы можете показать? Еще один зал через служебный вход, через кухню. Чем дальше вглубь, тем больше вип-залы. И все меньше получается у заведующей сдерживать эмоции. В конце концов, она говорит, что всего лишь выполняла свою работу. О преступных схемах в этих стенах не знала. Он вас в это не посвящал. Просто звонил, например, говорил, что будет с кем-то встречаться, чтобы был подготовлен зал. По словам заведующей, после задержания босса шокирован весь персонал. Поэтому мы никого не показываем. Но кто же этот большой начальник, который, как в лихие 90-е, заезжал обкашлять в опросике в випку придорожного кафе? Выходим на улицу, читаем. Кафе «Ампир» принадлежит Березовскому мясоконсервному комбинату. Предприятием руководил гендиректор Владимир Жукович. О нем и речь. Добрый день. В блоке КМВД, 1-го управления милиции. Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, дата рождения. Владимир Владимирович, 18-го числа, 60-го. Должность ваша? Генеральный директор Березовского мясоконсервного комбината. Где вы сейчас находились? С вампирами находились. С кем общались? С Сергеем Парфимовичем. Что получили от него? Получили. Сколько? Сумма? Не считал. Во внутреннем кармане пиджака оказалось 22 тысячи рублей. Пачку двухсоток получил за заключение договоров с компанией Митрейд Инвест. На поставку пищевых добавок для комбината. Проще говоря, коммерсант давал Жуковичу взятки, чтобы тот закупал у него специи. Давал прилично. Не менее 7 тысяч рублей раз в квартал. И так, минимум с 2015 года. Речь идет о сотнях тысяч. Партнеров по преступной схеме взяли сразу после передачи денег. Забираем у него беду спереди, встану, чтобы он не дергался. Вот эти открываются, блокируем их сюда. Без резких движений. Урников Сергей Старфимович. Место работы? Учредитель ПП. Продовольствием занимаетесь? Пастую. Все понятно. Откуда едете? Еду с... Откуда едете? Конкретное место. Березы. Предприятие какое? Березов, Старфимович. Кем встречались? Встречался в школе. Дерев, значит, задаю вопрос один раз. Добровольно о фактах совершенного преступления хотите заявиться? Если вы сейчас заявляете добровольно, вы можете быть осознанным, что было на ответственность. Задачу взятки в том числе. Если не заявляете, будете привлечены. Никаких взяток не было. Не передавали ничего? Ничего. Я предупреждал. Предупреждал. Теперь по порядку. За Жуковичем и Орликовым вели слежку. Фиксировали каждый шаг. Надо сказать, оба соблюдали меры конспирации. Никаких звонков, сообщений и цифровых следов. Коммерсант подъезжал к комбинату, оставлял машину за углом и шел к Жуковичу. Взмахивая перстом указующим в сторону кабинета генерального, заходил как к себе домой. О криминальных делах в кабинете не говорили, понимая, что даже у стен могут быть уши. При обыске были найдены два устройства. Одно позволяет блокировать радиосигналы или, по-другому, глушилка. И еще одно позволяет обнаруживать скрытое аудио- и видеозаписывающее устройство. Или, другими словами, жучки. Обнаружили их здесь. А еще здесь нашли целых три выхода на улицу. Первая замаскирована под шкаф. И еще два вот в этой скрытой комнате. Вот первая дверь, ведущая наружу. Кстати говоря, свой личный тренажерный зал. И еще одна дверь, которая позволяет выйти на территорию предприятия. Судя по паутине, пользовались ей давно. По иронии судьбы, ни одна из этих дверей не помогла начальнику мясокомбината уйти от закона. Ни пальцем пиханая преступная схема заключалась в том, чтобы в разное время приехать в кафе «Ампир». И там уладить денежные вопросы. Орликов первым покидает территорию завода. Жукович спустя полчаса едет следом. И один, и другой. Меняют маршруты, петляют и ускоряются. На случай слежки в кафе попадали аки-призраки. Один из двух вип-залов, в котором руководитель предприятия получал взятки. Каким образом все устроено? На стене висит монитор, на который подаются изображения со всех камер видеонаблюдения. Одна камера снимает кассу, барную стойку. Две камеры снимают зал, вход, но только с внутренней стороны. Но нет ни одной камеры, которая снимала бы вход в это помещение. Мы прямо из этого кабинета можем выйти на улицу и абсолютно незамеченным покинуть территорию кафе. Над входом камеры нет. Эта часть прилегающей территории с выездом и заездом на трассу тоже не снимается. Сотрудники кафе обращали внимание на абсолютно нелогичное с точки зрения безопасности расположение камер. Мол, толку от них, если слепых зон немерено. Но Жукович приказал ничего не трогать. Ни одной камеры не было и со стороны главного входа на предприятие. Только вдумайтесь, велопарковку, что через дорогу, снимали, а мясокомбинат хоть штурмой. Тем не менее, это не помешало оперативникам зафиксировать тайные встречи партнеров. Мерседес-предприниматели и Лексус-руководители комбината на месте. Пока важные люди решают криминальные вопросы, люди попроще грузят из служебного буса в багажник коммерсанта какие-то коробки. Водитель уезжает. Минут через 20 выходят Жуковича и Орликов. Пару слов и по машинам. Покидают место встречи через слепые зоны. И один и другой вместе лишний раз не светились. И даже придумали легенду на случай, если запахнет жареным. Один момент. Что вы передавали? Я передал Жуковичу деньги на строительство, как друг, строителям, чтобы он передал. Сколько денег? На строительство под агротуризм. Ему деньги передали? Передали, чтобы он передал. Сейчас он скажу. 22 тысячи. Это нельзя. Нет. 22 тысячи. Луна, вы можете проверить. Объясняем. Жукович выкупил бывшую базу отдыха на живописнейшем берегу озера Белое в Березовском районе. На горизонте маячила пенсия. Негоже ведь важным людям уходить в закат, не обеспечив красивую и безбедную старость. А тут такое место. Хоть под дачу, хоть под агротуризм. Жуковичу, как госслужащему, заниматься коммерцией запрещено. Оформили все это на жену Орликова, дабы не отсвечивать. И договорились, если попадутся с поличным, скажут, что не какая-то невзятка, а деньги на реконструкцию базы. Один попросил другого передать строителям, мол, что тут такого. Но оба слили легенду в первые полчаса. За что деньги получили? Не знаю, не знаю. Заключение договора. Договоров чего? Поставку в адрес. Какой компании? Митрейт. Митрейт. Поставку в адрес вашего предприятия возглавляемого, да? Поставку в адрес предприятия. Готовы добровольно выводить? Нет, нет. На этом хитрые схемы с родственниками не заканчиваются. По материалам дела. Жукович закупал сырье у сельхозпроизводителей Березовского района Дрогичинского и Пружанского. Но деньги за поставку скота переводил не им, а частному автосервису. Эти самые производители ремонтируют там технику и берут запчасти. Но рассчитываются за это с Жуковичем, сырьем. Зачем, если можно рассчитываться напрямую? Как только мы приехали, рабочий день на СТО закончился. Хотя сейчас на часах 10 утра. Работники заперлись изнутри и сказали, что директора сегодня можно не ждать. Дело в том, что учредитель автосервиса сын гендиректора Березовского комбината. Что это, если не лоббирование интересов? Сейчас выясняют, действительно ли Жукович требовал у хозяйств заключать трехсторонние договоры и не закупал сырье у тех, кто отказывался. Ведь у кого-то он авторитетом пользовался, других этим самым авторитетом давил. 16 лет в должности, как-никак. Относительно людей ближнего круга, скажем так, никаких вопросов не было, нареканий. Но со стороны людей, которые работали в цехах, поступали негативные характеристики в отношении него, как руководителя. В частности, предвзятости отношения к их трудовой деятельности и так далее. Так для кого тогда проводились все эти бесчисленные заседания комиссии по противодействию коррупции, которыми пестрит новостная лента сайта Березовского мясоконсервного комбината? Собрание, пламенная речь о том, что нельзя выносить палку колбасы и параллельно между собой чек с коммерсантом, который дает на лапу. Парадокс. У действительно эффективного руководителя в какой-то момент произошла подмена понятий. Вот представьте такого матерого, бывалого взяточника и коррупционера, который давным-давно попутал свое с общественным. У него есть глубокое убеждение, что какая-то коррупция или задержание – это не про меня. Меня никогда не поймают, меня никогда не найдут. Я уважаемый руководитель. Я на людях буду цинично рассуждать о том, что нужно быть честным, о том, что не нужно красть, не нужно брать взятки и так далее. А сам с успехом буду это делать. Это вот и есть то самое подмена понятия, когда черное становится белым. Ровно так же вел себя и Орликов. Название кафе «Ампир – не что иное, как имперский стиль» довольно точно отражает аппетиты обоих фигурантов. Оформление секретных залов прямо кричит о том, что здесь принимают, ну, очень важных персон. Как и рабочий кабинет Жуковича, в котором, если убрать перегородку, можно сыграть футбол. В доме у другого уважаемого человека нашли охотничье и спортивное оружие, золото, драгоценности и внушительные суммы наличных. По материальному положению фигурантов и их семей. Из уголовного дела. Дачи, дома, квартиры, помещения под офисы, земельные участки и автомобили. Их столько, что проще показать на карте, нежели перечислять. Что-то в собственности, что-то целиком или долями, оформлено на родственников или для отвода глаз на жену Орликова. От А до Я обеспечены и те, и другие. Некоторым детям всего по два года, но у них уже столько недвижимости и земли, что не каждый бизнесмен похвастается. Машины и премиум-классы и попроще. На этой ездит дочь Жуковича. Числится на Орликове. Штрафы их немало оплачивает тоже он. Супруга руководителя комбината уверяет, что ни о чем не знала. Вообще ничего не рассказывал. Этот человек работает. Вот, не думал, только мяч. Приходил, тренировок и ушел. Здравствуй, свидание. Так же я всю жизнь. Время, место, методы конспирации, все их ходы были просчитаны. Взяли предприимчивых людей, что называется, на расходе. Со взяткой в кармане. После заживания Жуковича, при получении взятки, последним даны признательные показания. И в совершении указанных преступлений. Признательные показания также дал и сам Орликов. В настоящее время с трудниками ГУБОП во взаимодействии со следователем проверяется причастность Жуковича к получению взяток от представителей иных коммерческих структур. Считали, что не попадутся. Сейчас считают, через сколько лет выйдут на свободу. ГУБОП на свободу. А Орликов рассказывает все. И не только о Жуковиче. ГУБОП на свободу. ГУБОП на свободу. В этом году выявлено уже 2700 преступлений в сфере экономики. Из них каждая третья – это сельское хозяйство. Не потому, что эта сфера самая коррумпированная отнюдь, а потому, что мы поставили перед собой задачу не дать украсть. Коррупция – это как грибок, как плесень. Если есть среда, в которой она будет развиваться, она захватит все жизненное пространство. Да, все еще есть коммерсанты, которые не могут представить, как делать бизнес без взяток. Суммы на такие расходы они даже закладывают в бюджеты. И закон рынка неумолим. Спрос рождает предложение. Даже с риском приступить закон.